День славянской письменности и культуры На телеканале «Мой город» стартует шоу-бой. Прославленный боксер Григорий Дрозд защитил титул чемпиона мира и едет в Кемерово. На телеканале «Мой город» время новостей. В студии Татьяна Матвеева. Здравствуйте. ЕГЭ стартовал в Кузбассе. Всего в регионе около 12 тысяч человек сдадут единый государственный экзамен. Первые в списке – география и литература. Экзамены по ним прошли уже сегодня. Кстати, популярностью среди выпускников они не пользуются, в отличие от общества знания. В этом году более 7 тысяч учеников будут проверять свои знания по этому профилю. А уже 28 числа школьникам предстоит пройти один из двух обязательных предметов – русский язык. Не обошлось и без нововведений. Так, сочинение стало допуском к государственной итоговой аттестации. Математику разделили на два уровня – базовую и профильную. А также ввели устную часть при сдаче иностранных языков. Отмечу, экзамены завершатся 26 июня. На этот раз второй волны ЕГЭ в июле не будет. Никаких сообщений о нарушениях в пунктах проведения экзамена в Департамент образования и науки не поступало. Мы провели очень большую работу под контролем, личным контролем Омана Гумировича Тулеева. Поэтому все пункты проведения экзамена готовы были к работе. Сегодня все контрольно-измерительные материалы, кимы, так называемые, с заданиями, были доставлены спецсвязью. На входе в пункты проведения экзамена ребят ждал металлодетектор, осмотр. Григорий Дрозд защитил титул чемпиона мира по версии WBC. В поединке, который состоялся в Москве, Кузбассовец в девятом раунде техническим нокаутом победил Лукаша Яника. Эту победу наш земляк посвятил родному региону. Теперь же у прославленного боксера появилось свободное время, которое он потратит на участие в новом проекте телеканала «Мой город. Шоу-бой». О том, насколько легко даются победы и как любой желающий проверит свои силы в нашем следующем сюжете. Лиан Джон Льюис, рефери в ринге. Итак, первый раунд, друзья, давайте смотреть. На этот поединок Григорий Дрозд вышел в качестве фаворита и в ранге действующего чемпиона. По словам Прокопчанина, соперник был высокого уровня. Но хорошая подготовка, а также поддержка земляков не оставили ни единого шанса поляку Лукашу Янику. Потому что я знаю, как за меня люди болеют. В Прокопьевске вообще не спят в эту ночь и в Кемерово, и в Кузнецке, и во все области. Так что я не могу по-другому поступить. Защита титул для меня очень важный момент. Все так переживали, мне это очень приятно. В эту ночь и правда не спали многие. В ресторане «Эмпресс» собрались почитатели бокса и друзья-партнеры телеканала «Мой город», который организовал просмотр прямой трансляции боя. В преддверии поединка Кузбасская медиагруппа презентовала новый телевизионный проект «Шоу-бой». Это первое в стране реалити-шоу, где определяют самую сильную городскую команду боксеров. Один из главных судей – чемпион мира Григорий Дрозд. Григорий, когда-то простой парень из Прокопьевска, сумел добиться мировой славы благодаря упорству и желанию побеждать. В проекте «Шоу-бой» телеканала «Мой город» будут рассказывать о судьбах ребят из разных уголков Кузбасса, которые также работают над собой и доказывают, что любой мальчишка старанием и трудолюбием может достичь любых высот. Очень интересный наверняка будет проект, потому что с медиакроссой, я считаю, что мы вышли, в принципе, на новый уровень проекта. И поэтому, так как проект спортивный, это наиболее близко, не знаю, мне, компании в целом, мегафону. И я думаю, это шоу ваше, оно то же самое, как и конкурс красоты. К чему-то нужно стремиться, для того, чтобы чего-то достигать, нужно что-то делать. Это самый главный посыл, самый главный. Хоть в боксе, хоть в конкурсе красоты. В этот же день кузбасская медиагруппа наградила своих партнеров за помощь в проведении областного конкурса красоты «Медиакроса-2015». Статуэтку в виде короны и благодарственные письма получили все компании, которые на протяжении двух месяцев принимали участие в первом масштабном реалити-шоу. Это же символ. Любой символ – это очень значимая вещь. Тем более, после всего того, что прошли вместе, два месяца конкурса, каждый день наблюдали с глубоким погружением. Это, конечно, останется в сердце навсегда. Но вы знаете, мы видели только самую лучшую сторону этого шоу. Я очень рада, что залусь соприкоснуться с этим и хочу сказать, что мы будем очень скучать из вас. Но организаторам скучать не придется. Совсем скоро начнется шоу-бой. А победу Григория Дрозда можно считать символичным открытием нового проекта, который, несомненно, даст серьезный толчок развития спорта в нашем регионе. Кастинги пройдут уже в первых числах июня в разных городах области. Яна Менгалева, Кирилл Попов, Александр Белкин и Константин Червяков. Новости моего города. Сенаторы предлагают втрое увеличить штрафы за поджоги лесов. Неважно, умышленные или нет. По их словам, только за несколько месяцев в России сгорело около 200 тысяч гектаров леса. Однако причинами этого является не только природная стихия, но и поведение граждан. Эту инициативу уже поддержали экологи из Гринпис и эксперты. Они считают, что в России нужно возобновлять работу службы по охране лесов, ликвидированную в 2006 году. Вот что по этому поводу сказал глава Института лесоведения Российской Академии Наук Андрей Сирин. Поддерживаю меры, предлагаемые сенаторами. Например, в Белоруссии граждане платят высокий штраф и просто заброшенный окурок. Серьезное наказание за это в странах Европы. Несколько сот евро. Считаю, что и в России за это можно наказывать штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В Чебулинском районе Кузбассовец избил банкомат, потому что обиделся. Будучи в алкогольном опьянении, он попытался снять наличные, но терминал заживал карту. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина сначала угрожал аппарату, а когда угрозы не подействовали, развязал настоящую драку. В итоге банкомату нужна реанимация. Повреждены корпус, клавиатура и монитор. А виновнику предстоит ответить за умышленное повреждение имущества. По предварительным данным, причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Утро понедельника началось с трагедии. На проспекте Кузнецком разбился мотоциклист. По рассказам очевидцев, водитель Ирбиса ехал между рядами машин, стоявших в пробке. Из-за большой скорости не справился с управлением, врезался в задний борт грузовика и упал. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Напомню, это уже не первое ДТП с участием мототранспорта, произошедшее в Кузбассе. На сегодняшний момент уже известно, что водитель мотоцикла управлял без защитного шлема. Не исключено, что именно это обстоятельство привело к столь печальным последствиям. Всего с начала текущего года на дорогах Кузбасса произошло 46 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 10 человек погибли и 51 получили травмы. Другое ДТП с участием мотоцикла закончилось менее трагично. В эти выходные в Прокопьевский байкер залетел под иномарку. Видеозапись была сделана на регистратор, расположенный на шлеме водителя двухколесного транспортного средства. Предположительно, водитель машины не заметил мотоциклиста, после чего они столкнулись. По словам местных жителей на улице Серова, где произошла авария, все водители стремятся проехать как можно быстрее, что нередко приводит к столкновениям. Стоит отметить, что днем ранее на этом же участке дороги под колесами чуть не оказался пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте. Песенным марафоном отпраздновали в России День славянской письменности и культуры. К торжеству присоединились и другие страны, где кириллица также стала основой языка. Кроме русского, это украинский, белорусский, сербский и болгарский. Как прошел праздник в Кемерове, расскажет Юлия Мелехова. День славянской письменности и культуры празднуется в России с 91-го года. Во всей стране только дважды. В одно время в разных городах страны начались концерты. И отстает их Кемерово. На площади перед флормоней горожан радуют лучшие травы коллективы области. В одном из таких коллективов уже 12 лет поет и Константин Туев. Уверен, его голос в хоре лишь малая часть большого общего дела. По его мнению, именно такой способ празднования соответствует этому великому событию. Подобно артистам хора, все города России сливаются в этот день в единую песню. Это день нашей культуры, день нашей славянской письменности, отсюда наши корни. Вот праздник молодой, мы все не знаем, как его праздновать. Мы все учимся вместе его праздновать. И вот, видимо, его нужно праздновать именно так, как предложено. То есть собираться вместе, что-то вместе исполнять. Первую азбуку для славян Кирилл и Мефодий создали больше тысячи лет назад. Но так массово отмечать это событие в России начали совсем недавно. Раньше в столице праздника каждый год становился какой-нибудь новый населенный пункт. Но теперь этот день объединяет одной акции всю страну. Два года назад возникла замечательная идея проводить такой своеобразный песенный марафон во многих городах нашей страны. Ну, Кемерово не исключение. Кемеровчане любят петь. Я думаю, что сегодня они присоединятся к нашим коллективам. Если раньше день славянской письменности отмечали только работники культуры, то теперь это по-настоящему народный праздник. Пусть всегда будет вам, пусть всегда буду я. Пасмурная погода не помешала собраться кемеровчанам на концертной площадке под открытым небом. Они не только наслаждались выступлениями профессионалов, но и сами подпевали любимым песням. Это красиво, это нарядно, это торжественно, это сплачивает людей. Наш город, он красивый, и люди в нем хорошие, замечательные люди. На импровизированной кемеровской сцене выступает хоть и не двухтысячный хор, как в этот день в Москве, но все же те коллективы, которыми гордится весь Кузбасс. И поют они песни, близкие каждому. Мы отмечаем его большим дружным кузбассским хором. И это здорово. Даже сегодня солнце, по-моему, выглянуло после дождя с тем, чтобы мы могли вспомнить песни, с которыми росли, с которыми ходили в школу, встречались, влюблялись. И песни, которые о нашей родине, о нашем родном доме. С каждым годом День славянской письменности и культуры обретает все большую популярность и отмечают его все масштабнее. И, возможно, такое празднование станет традицией на долгие годы. Юлия Мельхова, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Это еще не все новости. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, кто поставил рекорд Гиннесса на летающей доске. А также... Кузбасские студенты снова первые. Победители российской студвесны вернулись из Владивостока. Земля будущего. Радиостанция Европа плюс Новокузнецк собрала своих слушателей на премьере в кино. В погоне за настроением. В областной столице состоялся массовый забег на 4 километра и 200 метров. На старт выходили целыми семьями с друзьями и коллегами по работе. Не помешал марафонцам и мелкий дождик, смочивший асфальт. На дистанцию вышел и наш корреспондент Антон Ивачев. Две с половиной тысячи пар кроссовок вот-вот готовы сорваться со стартовой линии. Свои последние минуты перед забегом медиакросса Алифтина Печеркина тратит на разминку. Королева подиума с королевой спорта легкой атлетикой знакомы с трех лет. В свое время Алифтина занималась многоборьем, металлокопье и даже толкало ядро. Но полгода учебы и участия в конкурсе выбили ее из спортивного графика. Очень хочется уже пробежать и посмотреть в какой я спортивной форме. Спортом уже где-то год не занимаюсь. Но есть еще порох в пороховницах. Зеленый марафон в Кузбассе стартует уже в четвертый раз. Сегодня он проходит одновременно по всей России в 42 регионах. Желательно, чтобы дети больше приходили, потому что они с этими компьютерами, с гаджетами все время сидят, сидят, в школе сидят, дома сидят. А вот чтобы двигались. И я считаю, что это очень полезно. И мне кажется, что действительно увеличивается количество таких массовых стартов. На старт выходят целыми семьями и поодиночке, предприятиями и отделами. Бабушки и дедушки, родители и дети. Я спортсмен, мы бегали 10-9 километров. Для меня это легко пробежать 5 километров. 4-200. От кроссовок над асфальтом поднимается пар. Жаркие эмоции лишь подогревают интерес участников. Одни гонятся за победой и призами. Другие просто пытаются проснуться и зарядиться хорошим настроением. Побежали, побежали, скорей, скорей. Пробежали 4 с лишним километра для новичка. Не так уж просто, но победа здесь не главная. Особенно для тех, кто выдержал всего лишь четверть дистанции. У меня открылась вторая дыхание на втором кругу. И было, в принципе, неплохо. Все время бежала за какой-то девочкой. Думаю, надо ее обогнать, обогнать, обогнать. Обогнала. Но, по-моему, это уже была не та девочка. В забеге участвовала команда телеканала «Мой город». И это несмотря на то, что накануне до поздней ночи журналисты следили за успехом своего коллеги-ведущего чемпиона мира в первом тяжелом весе. Григорий Дросс, прокопчанин, выиграл. Поветкин минута 30. Нокаут. Мы, конечно, тяжело было утром встать. Но я хочу сказать, что не то, что не пожалели. Настроение отличное. Несмотря на то, что мы все промокли полностью. Все полностью, вся команда, Кузбаска медиагруппы, медиа-краса, все наши, все журналисты, все добежали до финала. И здорово. У всех просто великолепное настроение. После финиша хочется улыбаться, говорят участники. Больше сил просто ни на что не остается. Но эмоций столько, что ими хочется делиться, с каждым встречным заряжать и заряжаться отличным настроением на всю неделю. Антон Овачев, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Студенты из Кемеровской области лучшие. Делегация кузбасских студентов вернулась из Владивостока с победой. На российской студвесне они получили гран-при в общекомандном зачете, а также стали лауреатами первой степени в региональной программе. Кроме того, наши ребята были отмечены и в других номинациях. Например, в номинации «Цирк» коллективное выступление первое место взял коллектив Кемгу Кураж. В номинации «Техно-арт» победил театр Куз-ГТУ «Карман». А в оригинальном жанре спецприз взяли участники театра «На высоте» за трюки на ходулях. Триумфаторов встречал Андрей Финагин. Почти пять суток кемеровская делегация добиралась домой из Владивостока. Но продолжительная поездка нисколько не смутила ребят, ведь они ехали домой в статусе чемпионов. Впервые за последние семь лет Кузбасс получил гран-при в самой главной номинации российской студвесны – общекомандный зачет. Кроме того, наши студенты стали лауреатами первой степени в региональной программе. Правда, осознание случившегося пришло далеко не сразу. Первые секунд 30 не верили в то, что действительно сказали, что мы взяли гран-при. И видеть счастливые лица тех людей, кто делал этот концерт – вот это незабываемо. Слезы радости на глазах, громкий смех и лучезарные улыбки. С этими эмоциями студенты выходили из автобуса. Но привезли они с собой не только награды и радость от победы, но и массу историй. Александр Комраков выступал в номинации «Черлидинг». Ему была отведена самая сложная роль – роль талисмана. В ростовом костюме кошки приходилось вытворять невероятные вещи. Сегодня, выйдя на улицу, он радостно закричал «Киса приехал!». А потом объяснил, откуда взялась эта фраза. Было в нем очень-очень-очень жарко в этом костюме. И мне нужно было срочно выйти на улицу. После выступления я выбежал со сцены и снял вот этот шлем этот огромный. Сказал «Киса хочет вдохнуть воздух». Вот и после этого все меня называют там кот, комарокот, киса и прочими словами. Без такого места, где бы не болели за Кузбасс! 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 Встретить победителей приехал и начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Питовский. Все эти кричалки и забавные истории пробудили в нем воспоминания. Он рассказал, как сам еще в далеком 2006 году во время студвесны выступал в оригинальном жанре и региональных программах. Номер был, который назывался «Русская душа». Номер, который я не забуду никогда. Потому что с режиссером тогда, теперь уже с режиссером Вадима Усенко мы вдвоем делали этот номер. Да, поэтому он такой. Ну, приза не получил, но тем не менее всем запомнился. Все потом подходили, говорят, ну вы молодцы. Это было жутко приятно. Не зря говорят, что студенчество – это самый яркий этап в жизни, про который даже хочется петь. Именно такая композиция принесла Кириллу Кириллову и его коллегам из КМГУ и КУЗГТУ награду. Эта песня про день обычного студента. С чего он начинается и о том, как сделать его ярче. Специально для телеканала «Мой город» Кирилл исполнил фрагмент этого произведения. Это наш лучший день, наш лучший день, день. И пусть случается со мной всякая дребедень. Но я готов к действиям и побеждаю лень. РСВ Владивосток, наш лучший день. Свой экзамен на российской студовесне студенты из Кузбасса уже сдали, получив гран-при. Теперь им предстоит другой экзамен. Уже совсем скоро начнется сессия. Андрей Финагин, Константин Червяков. Новости моего города. Постоянные слушатели Европы Плюс провели вечер в компании голливудских актеров. В Новокузнецке прошел традиционный розыгрыш киномай, организатором которого ежегодно выступает радиостанция номер один в России. Какие сюрпризы ждали победители и на этот раз, расскажут мои коллеги. На заходе солнца, когда Новокузнецк погружался в сумрак, слушатели и диджей Европы Плюс встретились не на радиоволнах, как это происходит обычно, а возле уютного кинозала в торговом центре Ситимол. Общение по ту сторону эфира для тех и других дело привычное. К примеру, Ольга Борщева из типичной слушательницы превратилась в постоянную участницу разнообразных розыгрышей, которые европейцы проводят круглый год. Зимой катается в Шерегеш на Евробасе, а с наступлением тепла с нетерпением ждет киномай. К Европе Плюс у новокузнечанки отношение особенное. Просто она мне нравится, и я родилась в день радио, может, поэтому у меня все так складывается с радио. Не знаю, вот люблю ее. Дозвонилась пятой по счету, отгадала фильм, и вот я здесь. В ожидании громкой кинопремьеры зрители гадали, насколько захватывающим станет вечер. Еще до выхода в прокат лента била рекорды по рейтингам ожидания. Неудивительно, ведь идея фильма кроется в глубинах истории легендарной киностудии. В свое время сам Уолл Дисней расширил парк развлечений, назвав новый участок «Земля будущего». Часть этой затеи легла в основу блокбастера, а некоторые сцены снимались на настоящей стартовой платформе НАСА во Флориде. Ну, чтобы прям вот так вот, чтобы… Буря эмоций, да, буря эмоций. Чтобы было. Да, главное, чтобы фильм понравился. А то вот мы пару раз как-то приходили, думали, вот прям вот, вот, хороший фильм. Пришли, и не очень. А хочется, чтобы прям действительно как, прям так, вау, клево. Впрочем, сотрудники Европы Плюс и сами не промах. Они давно привыкли к качественной музыке. Так что к выбору фильма на Киномай подошли серьезно. Почему именно я? Он считает, ты справишь будущее. Страшно? Это было круто. Это был очередной Киномай Европы Плюс, который слушатели ждут каждый год. Сегодня они посмотрели фильм «Земля будущего», премьеру с Джорджем Клуни, с Хью Лори. И тут только один итог. Этот фильм должен увидеть каждый. Так что слушайте отличную музыку и ходите в кино вместе с Европой Плюс. Стать участником всевозможных розыгрышей, которые стали частью постоянной практики радиостанции номер один в России, может абсолютно каждый. Просто оставайтесь на волне 99,5 FM и следите за новыми событиями. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. Современные гаджеты сейчас уже не роскошь, а ежедневная потребность. По статистике, почти каждый второй пользователь выходит в интернет с помощью смартфона. Теперь у абонентов Теледва есть возможность просматривать интернет-странички на большой скорости. Компания официально объявила о запуске скоростного мобильного интернета 3G. Подробнее в нашем сюжете. Компания Теледва целенаправленно сконцентрировала свои действия именно на запуске 3G-интернета. Данную технологию поддерживают более трети смартфонов всех кузбасских абонентов Теледва. В отличие от технологии 4G, которая доступна владельцам только 7% устройств. На пресс-конференции журналистам рассказали, до конца года скоростным интернетом Теледва смогут пользоваться 90% населения Кузбасса. Уже сегодня технология 3G доступна для жителей крупных городов региона Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска. До конца текущего года мы намереваемся закрыть сетью технологии 3G 90% населения. Ближайшие открытия будут уже в июне мы запустим Ленинск, Полысаево, Белово. С появлением скоростного интернета у Теледва появилось и 3 новых тарифа. Черный, очень черный и самый черный. Они отличаются трафиком, количеством бесплатных звонков и СМС. Несмотря на высокие скорости, цены на мобильный интернет Теледва остались очень демократичными. На этом у меня все. Но новости с вами не прощаются. Прямо сейчас вас ждет рубрика «Тем временем». Георгий Демин расскажет очередную познавательную интернет-историю. Оставайтесь с нами и до встречи на телеканале «Мой город». Всего доброго. Здравствуйте. Тем временем блогеров восхищает новый фантастический рекорд. Канадский изобретатель Каталин Александр Дуру построил ховерборд, летающую доску и установил мировой рекорд по дальности полета. Александр преодолел почти 276 метров и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Изобретатель строил свой летательный аппарат 12 месяцев. В отличие от оригинальных ховербордов из фильмов серии «Назад в будущее», которые использовали два антигравитатора для отрыва от Земли, в устройстве Каталина используются мощные пропеллеры. Но, в отличие от летающих досок из «Назад в будущее», изобретение канадца легко передвигается над водой. Именно над озером Каталин Александр Дуру и установил свой рекорд. Будущее наступает буквально каждый день. Чтобы попасть в Книгу рекордов, Каталин должен был пролететь более 50 метров, но он преодолел дистанцию в пять раз больше необходимой. Комментируя свой рекорд, он сказал, «Я хотел показать, что на ховерборде возможен стабильный полет и что человек может легко управлять им ногами». Тем временем оставайтесь с нами, смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok